История История Второй мировой войны. Как и любой войны, это всегда трагедия и подвиг конкретных людей, героев войны. Селям алейкум, азиздостлар. Один из героев этой войны – крымский татарин Узиир Абдураманов. Он родился 100 лет назад, 25 марта 1916 года в Крыму. По одним данным в деревне Кашик-де-Гермен, по другим в соседнем селе Джага-Мемиш Перекопского уезда. Известно, что отец Узиира был каменотесом. А в Первую мировую войну три года служил Отечеству, был награжден орденами и медалями. Узиир в 17 лет окончил фабрично-заводскую школу. Сначала работал кулинаром, затем заместителем председателя ГУШ-транспортной артели Симферополя. В 1939 году его призвали в Красную армию. Здесь он встретил войну. Вскоре был ранен, попал в госпиталь. В декабре 1941-го 321-й инженерно-саперный батальон, где служил Абдураманов, перебросили в район Курска. Саперы устанавливали мины, строили блиндажи, готовились к обороне города. В начале 1942-го шли ожесточенные бои. Советские войска отступали. Летом осенью 1942-го года важные события произошли на юго-западном направлении. И для Красной армии они были плачевны. Потерпел поражение Крымский фронт. Настоящей катастрофой обернулась Харьковская операция в мае 1942-го. В дни неожиданно легкой победы вермахта в Крыму 12 мая началось наступление Советского Юго-Западного фронта в направлении Харькова. Поначалу оно породило чувство изрядной самоуверенности, потому что в узком коридоре войска Тимошенко продвинулись почти до самого Харькова. И штаб Юго-Западного фронта полагал, что город вот-вот будет освобожден. К сожалению, ни Тимошенко, ни его штаб ничего не знали о планах противника. А именно в полосе Юго-Западного фронта 6-я немецкая армия и 1-я танковая готовились нанести массированный удар по Изюмскому выступу, который теперь после советского наступления неожиданно удлинился почти на 70 километров и тем самым стал еще более уязвимым. Когда 17 мая с юга по вытянутым с востока на запад советским войскам нанесла удар 1-я танковая армия генерал-фельдмаршала Клейста, еще оставались надежды отразить его. Но когда через несколько дней начала наступать с севера полностью отмобилизованная 6-я армия Паулюса выдержать два фланговых удара у советских армий, израсходовавших в наступлении на Харьков горючее, боеприпасы, понесших потери в людях, уже не было никакой возможности. Кстати, немцы потом все эти ошибки советских генералов точь-в-точь повторят в боях под Сталинградом. Но до этого нам еще предстоит дожить. Роковое заблуждение. Вставки все еще требуют взять Харьков. И две наши армии 6-я и 9-я продолжают бессмысленный уже натиск на подступах к городу Ловушки, в то время как на их флангах уже происходит разгром. На конец 23 мая немецкие штурмовые группы с севера и юга соединились в Балаклеи. Главная группировка советских войск оказалась окруженной на равнинных, открытых участках местности, где организовать долговременную оборону было невозможно. Началось побоище, страшное, горькое, обидное, организаторами которого можно считать вместе с генералами вермахта и Сталина Тимошенко-Хрущева. А вот расплачиваться пришлось другим. Увидев, как погибают его солдаты, застрелился командующий 6-й армией генерал Авксентий Городнянский. Погиб заместитель командующего Юго-Западным фронтом Федор Костенко. В плен попали десятки генералов, 240 тысяч солдат и офицеров. В качестве трофея враг захватил более 1200 танков и 2000 орудий. После Харьковской операции Красной Армии Гитлер вмешался в стратегическое планирование, приказав группе армий Юг разделиться на две. Группа армий А должна была продолжить наступление на Северный Кавказ. Группа армий Б, включающая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю танковую армию Готта, должна была двигаться на восток, по направлению к Сталинграду. Овладение Сталинградом было важно для Гитлера по нескольким причинам. Это был крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали стратегически значимые транспортные маршруты, соединявшие центр России с южными регионами СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем. Захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые для СССР водные и сухопутные коммуникации, прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы со снабжением, противостоявшим им частям Красной Армии. И, конечно, овладение городом, который носил имя Сталин, главного врага Гитлера, было сильным, символическим и пропагандистским шагом на пути к окончательной победе. Армейская группировка Клайста дерется на подступах к Ростову-на-Дону. Авангарды армейской группировки Вайкса вышли на оборонительный рубеж русских армий на западном берегу Дона. Кирилл Вайкс слишком медленно совершает свой марш на восток. Я не могу задерживать моих армий на Дону. 25 июля мы должны быть в Сталинграде. Затем повернем на север и двигаемся вверх вдоль Волги, отрежем Москву от Урала. Тогда армии центра ударят на Москву с запада. С падением большевистской столицы советы, конечно, выйдут из войны. Какой колоссальный запас. Я настаиваю на этом сроке. 25 июля мы должны быть в Сталинграде. Необходимо в полной мере использовать благоприятную обстановку. Особенно теперь, когда идут споры из-за второго фронта. Второй фронт, Йодль. Бздор. Англосаксы не такие идиоты, чтобы спасать большевизм. После разгрома Совета подмаршал Руммель раз навсегда изгонит англосаксов из Африки. И через Ближний Восток соединиться с генерал-полковником Клайстом, который к 25 сентября должен взять Баку. Таким образом мы отрежем Индию от Британии. И станем обеими ногами на Великом континенте. И отсюда бросим перчатку Америке. Продолжайте, подмарш. Шестая армия Паулюса Мойфюрер нанесет удар двумя эшелонами. Армия Гота направит свой удар на Калач. Цель захватить в клещи 62-ю армию Советов и овладеть переправами через дом. Америке... ВОЛГА Между Волгой и Доном началось строительство оборонительных сооружений. К работам были привлечены саперные части, в том числе батальон, в котором служил Узеир Абдураманов. Под огнем вражеских батарей саперы, в их числе отважный крымский татарин, возводили мосты для наступающих войск Красной Армии. А там, где это было необходимо, взрывали их, чтобы не достались врагу, разминировали здания и промышленные объекты и, наоборот, минировали их на пути врага. Сталинградская битва завершилась в феврале 1942 года победой Советской Армии. Эта крупнейшая сухопутная битва в истории человечества, наряду со сражением на Курской дуге, стала переломным моментом в ходе войны. После чего немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. По приблизительным данным, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают 2 миллиона человек. Для Советского Союза, который также понес большие потери в ходе сражения, победа в Сталинградской битве положила начало изгнанию захватчиков Советской земли, за которым последовали освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим Рейхом в 1945 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР у 22 декабря 1942 года Узиир Абдураманов был награжден медалью за барону Сталинграда. Товарищ Абдураманов, командир отделения и парторг роты, смелостью, выдержкой и умением мобилизует свое отделение и остальной состав роты на любое боевое задание, говорится в наградном листе. И далее. 27 августа 1943 года Абдураманов вместе со своим отделением под ураганным минометно-артиллерийским огнем воодушевлял личным примером и обеспечил доставку лесоматериалов к строящейся переправе в районе Юрасова хутора, за что был представлен вышестоящим начальством к медали «За отвагу». Но приказом войском 65-й армии номер 179 от 14 сентября 43-го он был награжден медалью за боевые заслуги СССР. В сентябре 43-го года в районе деревни Новые Терешковичи Гомельского района в Белоруссии отделение старшины Узиира Абдураманова обеспечило успешную переправу войск через реку Сож. 9 часов под минометным и артиллерийским огнем в ледяной воде 17 саперов сооружали мост для наступавших войск. Выжили только трое, в том числе Узиир Абдураманов. А в ноябре 43-го он был представлен высшей награде – званию Герой Советского Союза. Товарищ Абдураманов проявил себя при выполнении боевых заданий при форсировании рек Северная Десна, Сож, как храбрый и отважный презирающий смерть младший командир. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 44-го года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина СССР и медали «Золотая звезда СССР». В феврале 44-го года Узиира Абдураманова приняли в Московское военно-инженерное училище. 25 апреля в Кремле ему вручили самую высокую награду Родины. А еще три недели спустя случилось страшное, несправедливое и совершенно необъяснимое для них героев войны крымских татар – депортация народа из родного Крыма по обвинению в пособничестве врагу. Каково было им, героям войны, отправляться в места изгнания, долгие годы жить с ярлыком предателей. Надо ли говорить о том, что эта жгучая обида, горечь навсегда отравили им жизнь, даже если они сами лично были героями? Герой Советского Союза Узиир Абдураманов был в числе нескольких человек, кому милостиво было разрешено вернуться в Крым уже в конце 40-х. Как сказано в документе НКВД СССР, пусть освободить из мест спецпоселения и разрешить въезд в Крымскую область. Этой милостью властей отважный сапер не воспользовался. Он остался в местах изгнания вместе со своим народом. Герой Советского Союза Узиир Абдураманов долгие годы прожил в Узбекистане. Он умер в 1992 году на Чужбине, так и не вернувшись в родной Крым. А сегодня я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Саулык, Аллах.